Спасибо. А если бы я помнил вот еще английский вариант, я бы вам прочитал это стихотворение по-английски, но я больше не вспомню, поэтому я лучше даже и не буду пытаться. Одно из самых, по-моему, нежных, таких вот, таких замечательных стихов. Лира называется «Калиновый мёд». Он на самом деле не калиновый. Он у меня калиновый, а у Лира он хлопчатобумажный, потому что вот есть такой червь, который что-то там придет, да, знаете, хлопковый червь. Куда-то он у меня никуда не лез. Вот. И называется это в оригинале «Калиновый мёд». Вот такой хлопчатный пирог. Ну, сделал я все по-другому, но я думаю, что вот интонацию Лирскую мне все-таки удалось сохранить. «Калиновый мёд» стук птичек поет в калиновой тишине. Терлерли, терлерли, вот поднялись с земли и пропали вдали, и уже не вернулись ко мне. Уже никогда, уже никогда они не вернулись ко мне. Калиновый плод рыбёжка плывёт наперекор волне. Вот, снявши берет, послала привет китам и кревет, но уже не вернулась ко мне. Уже никогда, уже никогда она не вернулась ко мне. Калиновый жгут, мышата бегут по городской стене. Прибежали на бал, осушили бокал и сплясали кан-кан, но уже не вернулись ко мне. Уже никогда, уже никогда они не вернулись ко мне. Калиновый лук, кузнечик и жук на заветном встретились в пне. А патруля-ля, тра-ля-ля, и умчались в поля, взяв пчелу и шмеля, но уже не вернулись ко мне. Уже никогда, уже никогда они не вернулись ко мне.